От слов к делу. Вновь заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова в Щелковском районе, как и обещала, снова проводит совещание с местными управляющими компаниями. Их задолженности перед ресурсоснабжающими организациями давно вышли за рамки разумного. Только перед Щелковским межрайонным водоканалом долг составляет почти 200 миллионов рублей. Результаты предыдущего заседания, хоть и небольшие, но есть. Две организации, которые стали гасить деньги. Это МУП, ДЖКХ. Они нам оплатили. Сколько получается ресурснику? 2,717. За неделю, товарищи. Есть движение? Есть движение. Дальше. Бетоп, полтора миллиона. Оплатили? Оплатили. Остальные управляющие организации рассчитываться с долгами почему-то не спешат. С представителями каждой из присутствующих компаний на заседании пообщались предметно. Терпеть такое положение дел в правительстве области не намерены. На 1-е, 11-е у вас было 8,862. На 27-е, 11-е у вас 8,662. Вы погасили всего 200 тысяч. В этом месяце было запланировано погасить 20 миллионов. В ближайшую неделю постараемся погасить. На следующее совещание надо приглашать представителей из правоохранительных органов уже и разбираться с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации. Пресечь рост задолженности управляющих компаний перед ресурсниками на корню призвано новое решение правительства региона. Так, все получившие лицензию УК должны заключить договоры с областным единым информационно-расчетным центром. Такая мера позволит напрямую перечислять платежи жителей ресурсоснабжающим организациям. Однако пока лишь несколько управляющих организаций в районе вступили в МОСОБЛ ЕРЦ. Из 20 управляющих компаний, которые есть по списку, 4 управляющих компаний подписали договора. И с базами мы сейчас работаем. По другим у нас направлены договора. Скажите, кто заключил? Заключил МПГ по счету ДЭС ЖГХ, заключил ООО ЕДЭ Щелкова, заключил договор ООО ВЕГА и ПЖСК ВЕГА. Остальным управляющим компаниям дано поручение провести эту работу как можно быстрее в течение недели. Уже в понедельник Анжела Пухова вновь проведет совещание, чтобы посмотреть, есть ли динамика погашения задолженности, представили ли управляющие организации графики погашения долгов, и сколько компаний заключили договоры с МОСОБЛ ЕРЦ. А в отношении тех УК, кто не ступит на путь исправления, будут предприняты соответствующие меры. Так правоохранительными органами в Щелкове проводятся процессуальные проверки в адрес 8 организаций. Кроме того, привлекать к решению болезненного вопроса будут и областную прокуратуру. Сейчас, мне так показалось, директора, руководители компаний поняли, что это не разовая акция. Мы, Министерство ЖКХ, совместно с жилищной инспекцией, с прокуратурой, с ГОРБ будем продолжать эту работу. Те управляющие компании, которые не вразумятся, мы обратились в Министерство ЖКХ в областную прокуратуру, в связи с тем, что район сложный, проблемный, разобрать уже на их уровне. Дарья Снегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания, Щелково.